Приветствую подписчиков и зрителей канала Таёжная обитель. Сегодня мы продолжим чтение рассказов про Эвенков с первой книжечки «Зарисовки на память». Сейчас по традиции нальем чайку горяченького, прочистим голосовые связки. Итак, рассказ «Унты». Алгаминское стадо оленей находится в верховье реки Алгама. Ей оно и обязано своим названием. Конец октября. Пастухи во главе с бригадиром Климом Романовым стоят в это время на Чакотой, на своей главной базе. По первым порожкам соболюют и бьют при случае забрежших в стадо диких оленей, сагжоев. Эти дикие животные спариваются с домашними, что нежелательно, так как нарушается генофонд. Получается, от любви оленята бьютканы полудикие, своенравные, а если сказать проще, дикошарые. Есть у эвенков любители заниматься такими гибридами, что требует особой сноровки и терпения. Иногда из них получаются очень хорошие рабочие олени. Но это как правило исключения из правила. Как-то под вечер залаяли собаки. Вышли пастухи из зимовья, смотрят, едут люди. Едут верхом со связками оленей. Кто такие? Оказалось, свои бомнакские каюры из экспедиции. Работали с геологами в Якутии. До самого снега добираются в бомнак. Заехали в гости. Морозы застали их беззимней обуви. В резиновых сапогах ехать было невозможно. Они нашли интересный выход. Надели на ноги пробные мешки. Пробные мешки это... Вот геологи или кто работал в экспедициях геологических, они знают это. С крепкого брезента сшиты примерно вот такие вот мешки. И туда вложат пробы. Камни сначала в мешочки, а потом в эти пробные мешки. И они удобные. Их как раз они... По... Вмещаются в сумину или ковья по-евенкийски. И получается... С каждой стороны по мешку. И очень удобно перевозить. Вот эти пробные мешки, эти каюры, когда морозы сильно придавили, и в резиновых сапогах стало невозможно ехать, они одели на ноги. Вместо стелек использовали то же средство, что используют в эвенкийских хунтах. Траву хаикта. Прочную, топлую, водостойкую. Вот эта трава хаикта, она растет на кочках такая, она очень крепкая. Весной она черноголовник называется. Олени очень любят. Такие, как у вербы, цветочки или шишечки. И вот олени их очень хорошо едят. Вот эта вот хаикта, она не гниет, она действительно не промокает, как вот трава обыкновенная. И ее эвенки используют в унтах вместо стелек. Из рукавов фуфаек сшили чулки. Делается это просто. Пришил к проему подошвы, к проему, вот к этому проему, когда от фуфайки рукава оторвут, вот этот проем внутренний, отсюда берут на стельку и получается вот так вот, и это будет подошва, получается такой чулок ватный. Очень удобно. Одеваешь его на ногу, наматываешь портянку, засовываешь в мешок пробный, по самую щиколотку, перевязываешь сесемками, брюки одеваешь сверху, получается тепло, легко, и добраться до МНАКО им вполне хватило. А это, между прочим, километров 200 надо было проехать. Ну, они верхом, где-то там, может, немного по земле ходили. Ну, вот такой нашли выход, потому что, как любят эвенки говорить, в тайге магазинов нет, складов нет, бас нет, и приходится иногда придумывать свои такие разные хитрости. Вот такой рассказик. Мы, я сам один раз у гидрологов лета был, они на моем участке были, я у них там работал рабочим. И остались продукты, и я за лето там ловушек понаделал, капканы завезли, и я остался. У меня не было с собой зимних унтов и валенок. Но здесь оставались сапоги кирзовые, оставались фуфайки. И я кирзовые сапоги, я у них сзади вот кожаную отодрал, подошву отодрал, и с других кирзовых сапог взял с галенища, сшил подошву, и а здесь, где сзади отодрал, я пошире сделал, потому что надо было мне сшить точно так же с фуфайки чулок, и просто в сапоги не влазило, а я расширил эти сапоги, и подошву сделал с голяшек. И я до Нового Года проходила. На Новый Год, когда я уже выбрался в Бомнак, я там взял и валенки, и унты. Мне вот этот как бы способ понравился. Получились сапог, получились такие импровизированные унты, которые дали возможность продержаться до Нового Года. Ну вот все. Смотрите канал Таежная обитель, и мы с вами еще поделимся и рассказами об эйлингах, и вот такими маленькими секретиками. горячей и до новых